Мне пришлось быть сожженным несколько лет назад, я знаю, что это такое. Пропадает все. Молитесь, мы не отроки, которые в печи не сгорели. Послание апостола Павла к римлянам, 13 глава, 11 стих. Так поступайте, зная, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Вот эти слова прочитали в римской церкви. Вот когда мы уверовали. Определенная дата должна быть. Апостол Павел ссылается на нее. Был момент, когда мы уверовали. Прошел год-два, и мы все время путь держим к спасению. Большой плакат вообразим, и написано «Спасение в райские врата». Человек входит, и он спасен. Мы каждым днем, каждым шагом приближаемся все ближе и ближе к этому спасению. Близим Господь к сокрушенным сердцам, не к спящим. Спящие в аду находятся. Писание его сравнивает с мертвецом. Стань спящим, не садись. И воскресни из мертвых, потому что ты умер, ты мертвец. На все время было, а на службу нет, на богослужение, на проповедь нет. Сатана плюет в глаза, и человек засыпает. Святым было видение. Под разными причинами. Выйти, иметь страх Божий. Такую молитву во сне, Бог ни одного не слышал. Молитва должна быть пламенная. Огнем гореть. Вот об этом апостол Павел говорит, что спасение к нам ближе, чем когда мы уверовали. Православные и здесь не могут войти в это письмо. Они бы только переглянулись и сказали, как уверовали. Я с детства верующий. Ну какой с детства верующий? Полгода ты ничего не понимал. Год. Ты тоже еще разговаривать-то толком не можешь. Не могу показать. Человек, даже родившись в семье, Среди верующих он должен сам, сознательно придя в возраст, Как Моисей, избрать страдания с народом Божиим. Я избираю Бога, одному Бога, и никого кроме Бога. Я люблю Христа, и вся моя жизнь к ногам его положена. Ты найди этот день, если не было его. Бей тревогу, внутрь себя посмотри. Горе мне, что я не имел встречи с Богом. Просто так, иду, тянусь. Вот у нас семь минут, и начинается служба. Никаких передвижений. Что-то наклоняется, что-то шепчет. Никаких хождений. Раздеваться придумали, потом одеваться, бегают. Стойте там тогда, среди тех, кто не вошел. Один раз разрешили, теперь все время. Я говорю, что на каждом богослужении один и тот же человек бегает. Спасение ближе не делается, когда ты нарушитель. Оно тогда, когда ты делаешь шаг точно по следам Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, зная время. К православным меня интересует, относятся или нет. К любому сегодня, он считает, скажет, ты знаешь время. Он и через ней посмотрит, он не поймет даже, о чем говорит. Говорит. Почему? А зачем мне? Благодать у батюшки. Он благословит, и все благодать. Он причастит, и все благодать. Людям не надо, пешки. Из православных сделали болвашки с глазами. Совершенно человек ничего не знает, Евангелия не надо. А Бог грозит, а почему от причастия? От какого ты причастия можешь меня отмучить, если Господь со мной? Можно тысячу лет жить, каждый день причащаться и пойди в ад с причастием в арту. А можно ни разу не причащаться и попасть в рай. Потому что возможностей не было. 47 лет. Где Мария Египетская причащалась? А сколько таких было, как в приказе Георгия Победоносца? Я христианин и на костер прошел. Он даже не крещеный. Тогда церковь вела такой афоризм, что крещеный своей кровью. А он и кровь-то не проливал. Его сожгли. Не важно. Жизнь была отдана за Христа. Зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ты знаешь, что пора тебе пробудиться? Что на каждом богослужении спишь? Победоносца говорит, пришла пора пробудиться от сна. Не разбудишь и ничего. Жизнь-то проспали, а теперь оглядывается назад. И ничего нет. Просто с густых морщин собрался, сидит и не передать не можем, что апостол сказал. А это письмо пришло. Пробудиться от сна кое-кто вздохнул. От какого сна? От беспечности. Все вроде у нас в порядке. Мы верующие. У нас храм, батюшка, мы ходим. А может быть сонное состояние. Если нет огня, то жертва ладан не горит. Батюшка сначала угли в кодильницу кладет, потом раздувает ее и туда кладет ладан. И свеча, какая бы ни была хорошая, а генет она не горит. Она будет все время стоять холодной. Огонь Духа Святого разжигает. Наступило время, Павел говорит. Почему наступило? У нас конкретно осень, пожар со всех сторон. Вообразить, что сегодня ночью загорится. Какими зародами седа-то обложились? Десятки кубометров. Это как бомбы. Заправочные станции. Посмотрите, где заправка. Там грамма нет горючего. У нас вокруг растет крапива. Прямо вплотную. И никто не выкосил. В этой беспечности нет пробуждения. Надо молиться, но надо что-то и делать еще. В послании к Коринфянам, в первом, в 15.34, Павел говорит. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо, к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Вот это был подарок ему. Да пьяных у нас и нет. Человек, который живет своими мыслями, копается в огороде, скотина, он росит, а об ушей не думает, он пьяный, он опьянел в этой жизни. Он не понимает, куда идет. И Павел таким коринфянам писал. Отрезвитесь. Некоторые из вас ходите в церковь уже десятки лет. Вы не знаете Бога. Бог страшен в правосудии, скоро расправу. Бог терпит до конца. Но будет время, когда терпение кончится. Вы каждый день должны считать последним. Не то, что я отжил старый, а ты молодой. Да молодые погибают еще и раньше старых. Кажется, родители отдали в детский лагерь ребенка. Но там сохранят. Ничего. Нынче только 20, а нынь труп привезли из лагерей. Родители приезжают к дятям, а дятя мертвые лежат в морге. Под разными случаями. Задавило. Упал. Утонул. Отравился. Друг друга убили. Время пробудиться от сна. Значит, сонный человек даже пьяным называется. Павел говорит, что вы не просто не знаете Бога, а к стыду. Устыдитесь этого. Если ты Бога знаешь, проверь сам себя, как ты встаешь. Что читаешь. Как Бога прославляешь. Как у тебя есть желание оставить свет христианский. Первый коризм 7, 29, 31. Я вам сказаю, братья, время уже коротко. Так что имеющие же должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром всем, как не пользующиеся. Ибо проходит образ мира всего. Человек, который привязан к этой жизни, это пьяный. Он опьянел от этой жизни. Он спит и не видит ничего. Человек, верующий в Бога, он все остальное считает за ссором. Мусор. Павел говорит, все, что было преимуществом, неплохое, богатство, знание, знатность, я почел за ссор. А что взамен, чтобы приобрести Христа? Вот ради Христа от всего отритесь. Ведь мы идем в храм, как себя приготовим? А в общем-то, Бог на это не очень смотрит. Бога нисколько не шокирует, скажем так, то, что мы здесь одежду будем раздирать на себе, как первосвященник. Бога интересует истина. Как мы живем по совести, по слову Его? Ощущаем ли мы Его приближение к нам? В первом послании Петр 4,7 говорит, впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Там, говорит, вставь спяще, а здесь, говорит, бодрствуйте в молитвах. Можно бодрствовать лежа, сидя, бежишь ли ты, едешь в молитве. Вот сейчас, видите, какая опасность угрожает. Уехали братья, никого в храме, ни одного нет. Как на фронт собрались. Почему? С той стороны, откуда ветер, такая сушь, подожгли. Пожар может вплотную подойти в деревню. Братьев не просто нет. Они выехали туда, где очень опасно. И за них надо молиться. Молитесь, чтобы Бог сохранил. Ровно 10 лет назад, в 98 году, 10 октября, все пылало вокруг. Огненный вал шел с той стороны. И мы ночью все выходили, а больные дома были и молились. Мы мочили шинели и избивали пламя. Валы огненные катились с той стороны. От горизонта до горизонта. Я читал отчет, в эту ночь сотни пожаров, сотни по всему краю нашего пламя. Это специально поджигают. И сама загорается. Еще тут загорается. 15 градусов тепла. В 1-м церкви, 5-1-3. На временах же и сроках нет нужды писать вам, братья. Ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда Бог говорит «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пауба, подобно как мука родами постигает, имеющие ваше время не избегнут. Он говорит «бодрствуйте». Время, отпущенное в мир, не нам только, уже кончается. Притом близок к конец всему. Всему и городам, и морям, и горам все сгладится. Такой будет огонь. И земля сгорит, и все, что на ней. Поэтому бодрствуйте. От этим пожаром Бог нас предупреждает, чтобы мы научились молиться. Близок, близок Господь где-то. Не живите так беспечно. Я ни разу не видел, чтобы дети приходят играть, и собрались, и помолились. Если они пришли играть, они играют. Да упало. Так что в потемках надо загонять. Я ни разу не видел, чтобы они собрались, трое-четверо, встали, и стали молиться. Поблагодарить Бога, что хорошо так. Ничего они, как обезьяна по деревьям лазят, и все надо там в бананах повешат, чтобы они там уночевали. Обезьянник устроили здесь. Ну-ка, зайди с ними, помолись хотя бы на минутку. Притом дети легко идут на молитву. 1 Фасад Единица 5.5.8 Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи и не тьмы. Итак, не будем спать. Не будем спать, как и прочее. Но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же будем, сынами дня, дотрезвимся, облегчены в броню веры и любви. И шьем надежды спасения. От сна, от нетрезвости спасает веру. Чтобы облечься в броню веры и любви. И шьем надежды спасения. Вот что спасает. Человек, который думает спасти свою душу, он все время заботится об этом. И каждый случай, несчастный ли с ним стучится, он понимает, это Господь его побуждает не увлекаться этим миром. В этом мире все временное. Такое скоротечное. Красота мимоледная. Богатство это призрак. И ты не успеешь обвинуться, ничего уже нет. А если ничего нет, и за душой ничего нет. И не заботился о том, чтобы всем сердцем, всей душой любить Бога, где ты будешь учиться? Это только на этой земле. Это не вечности. 2 Петра 3.13. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. На земле люди мучаются от неправды. Неправильное решение судей выносят. Близкие с нами поступают по неправде. Притом мы всегда себя оправдываем. Что бы с нами ни было, я слышал разговор. Я говорю, ну ты прав. А как ты думаешь, что он был здесь? О ком ты говоришь? Он бы себя оправдал, конечно. Но правда одна. Обрекитесь броню праведности. Научитесь сознаваться, что неправы. Я сегодня не читал Слово Божие. Я не прав. И у меня разум помутненный. Я не молился. Я не сильный рассуждать. Мои суждения ошибочны. Так нужно говорить. Икрестианс 9.10. Все, что может рука твоя делать, по силам делай. Потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Там в могиле ничего нет. Хотел бы узнать, да поздно. Хоть с книгами в гроб заложил. Ничего уже не возьмешь. Все. Осталось мертвое тело. Живая душа нашла. Вот человек, который ничего не знает и обмирает, как он трясется. Он не понимает, кто такой ангел. Он не знает, что такое ад. Ему все в новинку. А верующий умирает. Он сразу видит, он входит в то, что он как будто среди этого жил. Ангела увидел, он сразу приветствует его, благодарит. Кланяется. Он знает, как вести себя. Ефесянам 5.14. Посему сказано, встань спяще, воскресни из мертвых и освятить тебя Христос. Позаботьтесь, пока маленькие. Не научитесь себя правильно, богобоязненно вести в храме. Потом вас трудно в это поставить. Вы все время будете думать, что вас преследуют, дарят. Ты понимаешь, порог храма переступил только и скажи, Господи, дай мне силу бодрствовать. Вести себя строго. Ни одного лишнего движения, ни одного шага не сделать. Не надо метаться. Сосредоточьтесь. Времени у нас отпущено мало. Как быстро это все закончится. Пророк Иоанна 1.6. И пришел к ему начальник корабля и сказал ему, что ты спишь? Встань, воззали к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. Пророк залез в трюм, уснул, корабль вот-вот потонет, а ему нужды никакой нет. Язычники бегают. Каждый взывает к своему Богу, а он спит. И не простой человек, а верующий. И не просто верующий, а избранный еврей. И в этом еврея он избран на пророчестве его служения. И беспечность его потопила, прежде кораблекрушения. А дальше ему все равно. Человек беспечный, он за жизнь свою не борется. Я виноват. Ну, бросьте меня в море. Так это спокойно у него получилось. Бросьте в море. Да это что, разве что? Корзинки через стену тебя пускать будут. А дальше-то что ты будешь там делать? А мне все равно. Хотя означает, он был пьяный и сомнный. Сомнный его разбудили. Да уж Бог по великой милости дал там кита в кашалоте какого-то. Заглотил его. И там он теперь начал молиться. Уже не до сна. Господи, тиной опутала голову мою. Взывает к тебе, как в подводной лодке. Поплыл к берегу. Он не о Христе не знает ничего, но он будет пророчествовать о Христе. И Христос скажет, как и он был три дня, в отчереве, в животе у кита. Так Сын человеческий Христос будет в отчереве земли. У земли есть щерева. Щерева смерти. Она заглатывает всех. Поэтому не спи. Один юноша, когда наступил час смерти, ну как бы человек ощущает, что это не просто скальнуло, а смерть. И он закричал от Отец Духовный, помолись, что Бог дал один час не для покаяния. Он говорит, сын мой, сколько же этих часов-то было? Где ты был раньше-то? Я ее смерть задержать не могу. Все кончилось. Как мы попить будем? Глазами будем уже без языка ворочать. Язык-то будет уже отнутый. Хочется сказать, попросить прощения. Ничего нет. Если тебя обидели, ты сто раз прости. Парк говорит, лучше останьте обиженными. Что вы с ума сходите? Из-за какой-то картошки на суд оделы заходят. Срамота от нас слышит это все. Это не просто сок, это беснование, дикое беснование. И уже не в свинью, а в тебя вошел дьявол. А помнись, перекрестись и скажи, что же это я делаю? Да мне века-то картошки не нужна, сколько ее погнило-то. Я ту, которую ищешь, она сгниет. Душа пропадает. Ты о душе побеспокойся. Какую бодрость развивает их дело. Храбе спят на скандал, скажи ты, как молодые. Совсем ничего не помнят. Вер, тебе ничего не надо. Душа моя. Лука 21-28. Когда же начнет это сбываться, тогда вы склонитесь и поднимите голову вашу. Потому что приближается избавление ваше. Когда вы увидите, как войска чужие окружат город. Я не знаю, с чего начнется. Но когда начнется, это будет что-то ужасное. Вот эти дни сегодняшние мы пожелаем вернуть во сне, их уже не будет. Миллиард рядом китайцев. И им жить негде. И они все учат, школа, что это наша китайская земля, где мы живем. Они в один день нас всех истребят. Бамбуком и палками, как собак побьют. И тогда нам что надо будет? А перед Господом прессать это навеки, навсегда. Кого обидел сегодня, пойди попроси прощения. А я не виноват. Тогда и награда тебе будет. Ты не виноват, а просишь прощения. Да прости любой долг. Взявшим у тебя не требуй назад, Христос говорит. Ты как антихрис действуешь. Взявшим у тебя не требуй назад. Сняш у вештой одежды, отдай нижнюю ему, отдай, но не тереби его. О чем спорта идет? Другое дело, ты бы боролся за истину, за учение святой Троицы, за православную церковь. Ничего этого нет. Сатана-то смеется в бою. О чем спорите? Срам они? Матфея 25, 5, 7. И как жених заметно-то, задремали все, и уснули, и в храме спят. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Они поправили светильники свои. Где эти светильники? Бог засветит нам в пожар. Вот она засветит все вокруг. Светильник души моей. Любовь, добрые дела, жизнь в Духе Святом. Если вера хоть какая-то есть, сегодня, после службы, приведите свою жизнь в порядок. Стань спящей. Это относится и живо, и действенно по сегодняшний день. Если это скажет человек, он к одному сказал. Если сказал апостол Павел, он сказал на тысячу лет вперед каждому из нас. Человек, который бодрствует. Он никогда не будет требовать свое брать другого за глотку. Никогда. Он даже не всегда напомнит, взял. Если ты кому-то отдал, то ты забудь не от этого, милостыня твоя. Забудь. А тем более, если человек не может отдать, то порадуйся. Господи, прими как милостыню. Если ты уже не берешь, то я не беру добровольно. В этом ты христианство. А если даете долг, от кого надеетесь, обратно получи. Какая вам польза, говорит Христос? Не то же ли делают язычники? Ты же и вангели никогда не считаешь человек. И посмотри, что там написано-то. Какие твои шаги говорят о том, что ты не сонный, не пьяный? Как пьяный? Пошел требовать, отдай. Это пьяница, как и делает. Даст Господь нам сил пробудить вся сна. И чтобы пожар миновал нас. И чтобы мы славили его. Аминь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.